Впоминание всемогущего Аллаха и его влияние на порядочность человеческой души. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге. «Аллазина амену вататума инну кулуб хум бидзикри ллах, а ла бидзикри ллахи татума инну кулуб». Они уверовали, их сердца утечаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утечаются сердца? Сорогром аят двадцать восемь. «Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого не сотоварища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланный. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем... Поистине Аллах всемогуще приказал своим рабам слишком много поминать его, и пообещал им за это великую награду. Всевишний Аллах говорит, «Я أيها الذين آمنوا, ذكروا Аллаха ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلًا, а те, которые уверовали, упоминайте Аллаха многократно и славьте его утром и перед закатом». Сура Сумми, аяты 41-42. Сура Сумми, аяты 31-42. «Изея тулият عليهم آياته, زادатهم إيمانا وعلى Раббهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفيرتم ورزقون كريم. «Верующими являются только те сердца, которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготовлено высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел». Сура Добыча, аяты 2-3-4. Кроме этого, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, настоятельно призывал и настойчиво побуждал умму поминать Всевышнего Аллаха. Однажды посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал людям, «Не сообщить ли мне вам о лучшем и наиболее чистом из дел ваших пред вашей владикой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и который лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем встреча с вашими врагами, которые станут рубить головы вам, и которым станете рубить головы вы». Они сказали, конечно, у посланника Аллаха, и тогда пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Это поминание Аллаха Всевышнего». А также сообщается, что как-то раз один человек попросил о посланник Аллаха, «Поистине установлений ислама слишком много для меня. Так скажи мне что-нибудь такое, чего я стану твердо придерживаться». В ответ ему пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пустый язык твой без усталий поминает Аллаха». Поминание Всевышнего Аллаха – это великий акт поклонения, который можно легко совершать. Оно имеет достоинства, которые невозможно пересчитать. В связи с этим, Абу Саидин и Худри, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что Муавия, да будет доволен им Аллах, подошел к группе людей, находившихся в мечети, и сказал, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, Аллах подошел к группе своих сподвижников, находившихся в мечети, и сказал, «Почему вы сидите?» Они сказали, «Мы сидим, поминая Аллаха и воздавая нашу благодарность Ему за то, что Он привел нас к исламу». Пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «Вы клянетесь, что делаете именно это, сидя здесь?» Они сказали, «Клянемся Аллахом, мы сидим здесь только поэтому». Святой Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Я заставил вас поклясться не из-за того, что я сомневаюсь, а потому что ангел Джабраил, мир ему, пришел и сказал мне, что Аллах гордится вами перед ангелами». Поминание Всевышнего Аллаха – это жизнь сердец и самая любимая для Всевышнего Аллаха речь. Передаю со слов Абу Мусил Ашари, да будет довольен им Аллах, что Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Поминающий Своего Господа и не поминающий Своего Господа подобны живому и мертвому». А в той версии этого хадиса, которую приводит Муслим, сообщается, что Пророк, да благословите его Аллах, приветствует, сказал, «Дом, в котором поминают Аллаха и дом, в котором Аллаха не поминают, подобны живому и мертвому». Тем самым передается слово Абу Дарра, «Да будет доволен им Аллах о том, что однажды посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, навестили его, и Абу Дарр сказал, «А посланник Аллаха, ты мне дороже моего отца, скажи, какие слова всемогущие и великие Аллах любит больше всего?» Он ответил, «Те, которые Аллах избрал для своих ангелов, свят мой Господь и хвала Ему, свят мой Господь и хвала Ему». Субхана Рабби и Абихамди, Субхана Рабби и Абихамди. Сообщается, что сам Рабни Джунда, «Да будет доволен им Аллах», сказал, посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, сказал, «Больше всего Аллах любит четыре слова. Слава Аллаху! Субхана Аллах! Хвала Аллаху! Альхамду лиллях! Нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха! Ла Иляха Илла Аллах! И Аллах Велик! Аллаху Акбар! Из какого бы ты не начал, это не повредит тебе». Более того, сообщается, что однажды посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Аль-Муфарридуна» определили. Люди спросили, а кто такие Аль-Муфарридуна, посланник Аллаха? На что пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, это мужчины и женщины, часто поминающие Аллаха. Вот почему пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, заповедал нашему господину Муаду поминание Всевышнего Аллаха. Передает со слов Муады, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха взял его за руку и сказал, «Амуад, клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя». А потом он сказал, наказываю тебе, Амуад, ни в коем случае не забивай. В конце каждой молитвы говорит, «О Аллах, помоги мне поминать тебя и благодарить тебя, и должным образом поклоняться тебе». Аллаху ма ани аля дикрика, ва шукрика, ва хусни и ваадатик. Поминание Всевышнего Аллаха – это акт поклонения, который связан с рабом во всех его условиях, а мусульманину приказан на его совершать в любое время и в любой форме. Аллах, слава Ему и Величие, сказал, «Инна фи халки с самавати вал арди вахтилафи лейли ваннахари ла аятилли уллил альбаб, а ладзина язкуру на Аллаха киямам ва куудам ва аля джунубихим». Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку. Сура Семейства Имрана, аяты 190-191 Так, вся жизнь мусульманина идет в поминание Всевышнего Аллаха, либо в актах поклонения, либо в обычных деяниях. Ведь намаз – это поминание Всевышнего Аллаха, который в Священном Коране говорит, «Ва акинус салата лидикри» «И совершай намаз, чтобы помнить обо мне». Сура Таха, аят 14 «Ва акинус салата, инна салата танхаа аниль фахшаа и вал мункар, ва ля дикру Аллахи акбар» «И совершай намаз». Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного, но поминание Аллаха гораздо важнее. Сура Паук, аят 45 То есть намаз имеет две великие цели – оберегание от мерзости и предосудительного, а также поминание Аллаха Всемогущего, что является более великим и значимым. Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, установил для нас много зикров, которые мусульманам следует весьма усердно повторять. Передается слово Абу Хураири «Да будет доволен им Аллах», что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха по утрам говорил «Аллах, благодаря Тебе мы дожили до утра, и благодаря Тебе мы дожили до вечера. Ты оживляешь нас, и Ты умерщивляешь нас, и перед Тобою мы будем воскрешены». А по вечерам он говорил «О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до вечера, и благодаря Тебе дожили до утра. Ты оживляешь нас, и Ты умерщивляешь нас, и к Тебе мы возвратимся». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует также изрек, должным образом выразить свою благодарность Аллаху, которую следует выражать каждый день тот, кто скажет утром «О Аллах, милости, оказанные мне этим утром, исходят только от Тебя, и нет у Тебя сотоварища. Тебе хвала, и Тебе благодарность». Что еще прекраснее? Что еще прекраснее, если человек начинает свой день вспоминания Всевышнего Аллаха и завершает свой день вспоминания Всевышнего Аллаха? Есть также такие зикры, которые было бы желательно произносить при выходе из дома и при входе в него. Передается слов «Анаса, да будет довольна им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует сказал тому, кто при выходе из своего дома скажет «С именем Аллаха уповаю на Аллаха, и нет мощи и силе ни у кого, кроме Аллаха». Говорят, «Ты ведом прямим путем, избавлен и защищен, и шайтан удаляется от него». Передают также со слов «Матери правоверных, умму салами, да будет довольна им Аллах, что когда Пророк, да благословите его Аллах, приветствует выходе из своего дома, то обычно говорил «С именем Аллаха уповаю на Аллаха, о Аллах, поистине я прибегаю к Тебе от того, чтобы впасть в заблуждение или быть введенным в заблуждение, от того, чтобы самому допустить ошибку и от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, чтобы самому допустить несправедливость и от того, чтобы со мной поступили несправедливо, от того, чтобы пребывать в невежестве И от того, чтобы меня держали в невежестве Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, что сказал Когда человек войдет к себе домой, пусть скажет О Аллах, поистине я прошу тебя о благе места входа и благе места выхода С именем Аллаха мы вошли С именем Аллаха мы вышли и на Аллаха Господа нашего мы полагаемся А потом, как приветствует членов своей семьи Сообщается, что Саид ибн Абиба Кас, да будет доволен им, Аллах сказал Однажды, когда мы находились у посланника Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует Он спросил, сможет ли кто-нибудь из вас ежедневно совершать по тысяче добрых дел Один из его собеседников спросил Как же может человек совершать по тысяче добрых дел И тогда пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал Он может делать это, восхваляя Аллаха по сто раз в день И тогда ему будет записываться по тысяче добрых дел Или и тогда будет с него сниматься бремя тысячи прегрешений Существуют еще другие зикры, которые было бы желательно произносить при еде и питье Такие как произнесение в начале бисмилля и в конце альхамду лилля Передается слово Омар, да будет доволен ими обоим Аллах Когда я был еще ребенком и находился на попечении посланника Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует Во время еды я обычно протягивал руки к разным краям блюда И однажды посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал мне Подойди, а мальчик, скажи с именем Аллаха, ешь правой рукой и бери то, что находится рядом с тобой После чего я всегда ел только так Напомним, когда посланник Аллаха, мир ему и благословите Аллаха, завершал трапезу Он говорил, хвала Аллаху, который накормил и напоил нас и сделал нас мусульманами Кроме того, пророк Мухаммад, мир ему и благословите Аллаха, установил для мусульман зикры Который было бы желательно произносить при входе на рынок и показал их великое награждение И показал их великое вознаграждение Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал Тому, кто скажет на рынке, нет Бога достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха У которого не сотоварища, ему принадлежит владичество и ему хвала В его руках благо Он не оживляет и умерщвляет, и он все может Аллах запишет совершение тысяч и тысяч добрых дел, сотрет записи о тысяч и тысяч его дурных дел и построит для него дом в раю Мусульманин должен также поминать Аллаха, когда видит то, что ему нравится Тогда ему следует сказать Так пожелал Аллах, не тьмущий, кроме как от Аллаха В священном Коране говорится Почему, войдя в свой сад, ты не сказал, так пожелал Аллах, не тьмущий, кроме как от Аллаха Сура Пещера, аят 39 А видя страдающего какую-либо болезнью человека, мусульманин должен тайно восхвалить Всевышнего Аллаха Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелел Если кто-нибудь увидит человека, страдающего той или иной болезнью И скажет хвала Аллаху, который избавил меня от того, чем испытал тебя И отдал мне предпочтение перед многими из тех, кого он создал Аллах, не тьмущий, кроме как от Аллаха И Зунун, который ушел в гневе и подумал, что мы не справимся с ним Он воззвал из мрака, не божества, кроме тебя Пречистый, воистину, я был одним из беззаконников Мы ответили на его молбу и спасли его от печали Так мы спасаем верующих Сура Пророка, аяты 87-88 Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, при печали говорил Нет Бога, кроме Аллаха, великого, щедрого Нет Бога, кроме Аллаха, господа великого трона Нет Бога, кроме Аллаха, господа небес и земли Уже перечислен набор зикров, которые посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует Установили для нас Если человек часто читает эти зикры То они выступают для него в качестве руководства и спасения от всякого заблуждения и наваждения дьяволов Всевышний Аллах сказал Аллах не спасла наилучшие повествования, писания, аяты, которые восходные повторяются У тех, кто страшится своего господа, от него по коже проходит дрожь А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха Это верное руководство Аллаха, посредством которого он ведет прямым путем того, кого пожелает А кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника Сура Талпи, аяты 33 Сура Талпи Избеспеченных невежд Сура Преграды, аят 205 К тем, кто отвращается от поминания милостивого, мы приставим дьявола, и он станет его товарищем Сура Украшения, аят 36 Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение печатей всех пророков и посланников Нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня А мои братья в исламе Поистине, поминание Всевышнего Аллаха было для сподвижников пророка, да будет доволен ими всеми Аллах, практическим образом жизни Поэтому их общество было наполнено богобоязненностью вдали от нарушений Во время правления халифа Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был назначен судьей Однако, поработав целый год, судья подал халифу прощение об отставке Удивленный Абу-Бакр спросил Умара, неужели ты просишь отставку из-за сложности работы? Нет, ответил Умар Я убежден, что моя работа не имеет смысла среди верующих Ибо каждый из них знает свои права и не требует свыше этого Сяк знает и свои обязанности и не нарушает их Все они желают друг другу того же, что желают самим себе Когда кто-либо отсутствует из них, то они ищут его А если кто-либо заболевает, они навещают его Когда кто-либо из них бедствует, ему помогают И если кто нуждается в чем-либо, они всегда оказывают ему содействие А когда кто-либо постигает несчастье, то они утешают его Их религия, наставление, их нрав — это призыв к доброму и удерживание от дурного В чем же они будут вести между собой тяжбу? Если раб мусульманин чувствует поминание Всевышнего Аллаха в своем сердце Повторяет его своим языком и применяет его своими органами То его душа обязательно выпрямится И он приобретает довольство Всевышнего Аллаха Который благословит его удел Избавить его от печали и наделить его спокойствием и милостью О Аллах, помоги нам поминать Тебя, благодарить Тебя И должным образом поклоняться Тебе О Аллах, обереги нашу страну Египет Распространи по ней мир и безопасность И наделяй его и все страны мира щедростью и просветанием